Нужно экспериментировать, не бояться экспериментировать. На это надеются все студенты, которые выставляются, потому что, в принципе, вот эта выставка имеет огромное значение в их профессиональном грозе и деятельности. Но благодаря именно тебе, Элечка, тебе, 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 я выбрала именно этот университет, то есть Англия Раскинг и детский университет. Тут действительно есть на что посмотреть, но цигель-цигеляй-люлю, у нас время. Привет, ребята! Мы с вами в Лондоне, и сегодня здесь происходит одно очень интересное мероприятие. Каждый год в феврале у выпускников Кембриджской школы искусств по предмету детская иллюстрация появляется золотой шанс показать свои работы всем ведущим издательствам и арт-агентствам Великобритании. Студенты за свой счет снимают галерею в центре Лондона, так что не судите строго об шарпанность помещения. В центре Лондона арт-галереи стоят баснословные деньги. Работы студентов будут висеть в галерее целую неделю, а потом поедут в Болонию на детскую книжную ярмарку. У Кембриджской школы искусств там есть свой стенд. Опять же, за это удовольствие студенты платят самостоятельно, сверх оплаты за обучение. Эта опция участия в выставках не обязательно, но все участвуют, потому что это реальный шанс найти первые заказы. Выставка в Лондоне открыта для публики совершенно бесплатно. Один день в неделю она закрывается на профессиональный смотр. Вот тогда-то истекаются сюда все издательства и агентства в поисках новых талантов. На выставке представлены работы выпускников дневного и заочного отделений. В этом году это 68 человек со всего мира. Обычно каждый студент оборудует свое презентационное место на стене самостоятельно. Студенты представляют свои авторские проекты, то есть иллюстрированные книги, свои лучшие работы, которые на их взгляд наиболее ярко характеризуют их стиль и направление в иллюстрации, а также свои скетчбуки и рабочие тетради, в которых можно понаблюдать за ходом мыслей студента и процессом работы над представленными книгами. А еще на стенде каждого студента можно найти его открытки, визитки, поделки, маленькую книжечку для отзывов и вообще все, что поможет продать товар, то есть книги, которые создали ребята. Мне кажется, поделки это скорее для антуража и создания атмосферы. Издатели смотрят исключительно на идеи в книгах и на рисунки. Смотрят, есть ли в работах потенциал и подойдет ли этот художник для их выборки книг. Если говорить честно, то из представленных работ не более 10% действительно заинтересуют потенциальных работодателей. Большинство студентов не смогут стать профессиональными иллюстраторами по очень разным причинам. Кому-то не хватит таланта, профессионализма, удачи или просто выдержки, потому что конкуренция огромная и отказы неминуемы. Но для кого-то эта выставка станет отправной точкой в будущей потрясающей профессии и их ждут поистине великие дела. Каждый мечтает стать следующей Джоаной Роулинг или Квентином Блейхом. Будем надеяться, что кому-то из сегодняшних выпускников это удастся. Несколько лет назад и мои работы были представлены на этой выставке. И надо сказать, что участие в ней сыграло немаловажную роль в карьере иллюстратора. Меня заметили все, кто раньше обо мне не знал. Это было начало интересного приключения, которое длится до сих пор. Именно поэтому я прихожу на эту выставку каждый год, чтобы посмотреть, как меняется мир детской иллюстрации, чему нынче учат в Кембридже и кто будет следующим великим иллюстратором. Давайте пройдемся по выставке и посмотрим вместе. Мы для вас отобрали некоторых иллюстраторов, но, к сожалению, обо всех рассказать не сможем, хотя все очень интересны. У нас просто не хватит на всех времени. Ну что, поехали! Ребята, хотела вам показать стенд. Они тут все прикольные, ну вот просто как пример. Вроде кажется, что здесь мало работ и что, ну что тут человек нарисовал за полтора или два с половиной года. Но на самом деле тут очень много чего сделано. Переставлено всего несколько иллюстраций, но тут три книжки, то есть человек нарисовал три книжки. Чтобы понять, что в книжках нужно, конечно же, заглянуть. Очень мало книжек полностью законченных. В основном это идеи. Кстати, идеи чумовые мне, они очень понравились. И буквально несколько разворотов в цвете, чтобы издатель имел представление о том, как это будет выглядеть в итоге. Или возьмем вот эту вот книжечку. Тоже совершенно замечательные работы. То есть студенты представляют не законченные проекты, а идеи, чтобы у издателя была возможность внести свою лепту в проект, если они захотят его издать, напечатать. Вот, то есть три книжки. Три книжки – это много-много работы. Большой скетчбук, где тоже представлена масса работ. Я не знаю, вам видно будет или нет. В общем, это все как бы skills, которые есть у иллюстратора. Все его зарисовочки. Надеюсь, эти работы, эти книжки, эти скетчбуки и вас вдохновят на подвиги. Вы видите, как работать только... То есть это выпускники Кундриджской школы искусств. Смотрите, что делают они, что вам мешает создавать нечто подобное дома. А вот еще одна моя однокурсница, Элэйн. Она из Ирландии, Северной Ирландии. И что вот я хочу сказать про ее работы. Эта девушка закончила уже бакалаврскую степень иллюстратора. И она сейчас работает дигитально. Вот вы можете посмотреть, все работы сделаны дигитально. На нашем курсе не приветствовала дигитальный подход к иллюстрации. Ее постоянно-постоянно критиковали. Но она молодец, отстояла это все свое дигитальное искусство. Она сказала, что 4 года в школе на бакалавра она училась и экспериментировала со всякими красочками, карандашиками, фломастерами. Но она поняла, пока не попался ей планшет в руки, и она поняла, что дигитальная иллюстрация – это то, что ее действительно прям прет. И она ищет новые какие-то техники именно в этом направлении. На мой взгляд, я считаю, что работа у нее просто чудесная. Кстати, вот еще одна очень интересная история, пока я не забыла про нее. Элейн обожает старые вырезки из газеты, какие-то интересные истории. Она их читает, собирает и потом вот эти идеи превращает в книжки. Значит, история о птичке, желтой птичке, которая всем казалась изначально экзотической, но потом оказалось, что это просто чайка, свалившаяся в каре. И на протяжении всего курса Элейн работала дигитально, но она искала новые подходы. И сейчас она работает текстурами. На мой взгляд, очень интересно. На мой взгляд, тоже. И даже не сразу и понятно, что это сделано. Да, но ей пришлось побороться за вот такое право дигитального существования. И я тоже же именно в таких скетчбуках и теплится настоящая жизнь. Ну, посмотрите, это же чудо чудное. На мой взгляд, это супер классный скетчбук. И чем больше тут намарано, тем интереснее его разглядывать. Да, Орд? Есть такое, да. Вы посмотрите, какой чувак классный. Вообще, у нее очень сюрреалистические работы, и я их очень люблю. Мне кажется, они необычные. Подбор цветовой гаммы, работа с текстурами, раскадровки. Ну, вот еще интересная работа. Просто формат книжки такой большой, и она выпрыгивает из стены, из всех остальных. Интересно, что здесь. Ну, очень даже неплохо. Это монопринт. Монопринт, ничего себе. Вот, у нас есть некоторые работы в скетчах, еще не законченные. А, кстати, с вами здесь. Это здесь. Угу. То есть тут еще почти все не закончено. Ну, очень красиво. Я думаю, очень атмосферная книга. Я думаю, когда она будет закончена, будет здорово. Ну, скетчбуки потрясающие. Ух ты. То есть и тут стоит подходить поближе и разглядывать, что внутри. Потому что то, что вы видите на стене, это еще далеко не все, что предоставляет на просмотр иллюстратор. Это один скетчбук. А их тут... Давайте посмотрим на этот. Самое интересное – это разглядывать скетчбуки. Если у вас есть возможность прийти на такую выставку, обязательно приходите и копайтесь именно внутри. и рассматривайте каждую книжку. У нее есть вот такие вот совсем детки, и в них вот творится вот такая вот прелесть. Боже мой, божественно. Крохи. Есть крохи побольше. И в них тоже творится всякая прелесть. Смотрите, домики, домики, текст, а есть крохи вот побольше. Смотрите, это уже разработка. Этот скетчбук, я так поняла, посвящен именно работе над этой книжкой про медведя. Тут вот идет уже выбор материалов, выбор цветовой гаммы. Смотрите, как красиво. Вот. Очаровательно же. Или вот еще интересный стенд. Во-первых, презентация. Мне кажется, очень здорово все сбалансировано. Красивенько и ничего лишнего, что самое главное. И сразу видна стилистика этого художника. Мне очень понравились вот эти вот работы. Три книжки. Но я хотела посмотреть на скетчбук. Смотрите. Посмотрите на эту бабушку и дедушку. Шикарный рисунок. Класс. А я бы хотела отметить одного своего однокурсника. Это Кин. Он из Гонконга. И вот у него потрясающая работа, на мой взгляд. Так как он работает, занимается истампом. И книжки у него не совсем как бы детские. Но в то же время детские. Которые рассказывают о жизни людей в таких местах, как, например, Монголия. О таких их традициях, в которых мы совершенно ничего не знаем. И он это все делает в технике вот истампа. Это, по-моему, монопринт. Посмотрите. Ну, это же здорово. Потрясающие картинки. И сам по себе парень очень приятный. Поэтому мне кажется, что его книжки, вот это вот мне очень нравится. Я видела, как она создавалась. Он там с ушной палочкой вытирал этих овечек. Красота. Да, здорово. И очень необычные у него темы для книг. Но мне кажется, они достойны внимания. Потому что мы через эти книжки, это больше такие документальные книги, мы сможем узнавать все больше и больше о нашем мире. Здорово. А что у него еще есть? Ой, я вижу классную собаку. Вот это его был проект. Это же собака хоть? Да, это собака. Это вообще, по-моему, было посвящено всем животным, которые погибли в космосе. Вот как наши первые две собаки полетели в космос, и их там не стало. И он такую, знаете, знаешь, такую сделает. А это как сделано? Это чем сделано? Это сделано в монопринте. Плюс, мне кажется, он доделал это дигитально уже. Вот. Значит, смотрим. Здесь книжка, ну, не совсем закончена, но есть много законченных иллюстраций. Ну, посмотри, ну, здорово. А, обалдеть. Здорово. Такое у него немножечко чувство юмора. Такое очень садлент. И стилистика интересная. Здорово. Очень нравится композиция. Очень нравится, как цвета подобные. Ничего лишнего. Вот еще одна моя однокурсница, Вьяра. Я обожаю ее работы, потому что в них просто сногсшибательные цвета. Вы просто посмотрите на это. Я хочу вот это вот с этой книжки начать. Это Silence Book. Книжка без слов. И она... Ну, посмотрите на этот разворот. Это, я не знаю, уже можно получить... Культурный оргазм. Мы видим здесь скетчи и идет дальше. Это композиция такая, простая конфета. Книжка чудесная на самом деле. Боже мой, какая прессия. А ракурс, посмотрите, какой ракурс. Класс. Ну, посмотрите на это. Ага, божественно. Можно разглядывать. Просто каждую отдельно можно разглядывать и все вместе. Цвета действительно потрясающие. Ну, посмотрите на это. Ну, вот, мне кажется, эта книга 100% найдет своего издателя. Потому что это очень необычно, очень интересно. И техника, и идея, и исполнение все на очень высоком уровне. Красота. Что у него еще? Посмотрите вот на этого козличка. Анна Рос. Да. Я сразу признаю, что вот то, что вы сейчас видите, да, это совсем не мой стиль. То есть, вот я бы никогда так не рисовала, но он очень-очень приветствуется сейчас. Его очень хвалят преподавать. Я так понимаю, что это в моде, да. Брендовый стиль сейчас, да. Но у нее действительно классные скетчбуки. Вот, ребята, это надо видеть. Поэтому давайте сразу к скетчбукам, а потом к книжкам. Как бы их развернуть, чтобы нам было... Мы их на пол положим. Вот посмотрите, ее скетчбуки, это своего рода такие дневники идей. Потому что человек действительно как скраббукинг. Она собирает все идеи, потом их воплощает в своих рисуночках. Работает она ручками, то есть она не использует дигитальную технику. Ну, в основном ручками. У нее действительно загляденье, скетчбуки у нее классные. Про них их можно разглядывать часами. Они даже иногда интереснее, чем сами книжки. Хотя книжки у нее тоже прикольные. Эта девочка, у нее действительно очень такие оригинальные идеи. Одна открытка, чего ее стоит, я ее потом вам покажу. Ну, посмотри. Здорово. Класс. А цвета? Смотрите, какие они обычные цвета. Да, цвета. Значит, то, как я готовилась к этой выставке, училась полтора года на магистратуре. И мой проект, это, в принципе, вот эта вот книжечка. Меня зовут Саша. Я бы сказала, что этот проект очень отличается по теме, которая в этой книжке. Она достаточно серьезная. Она рассказывает о том, что переживает ребенок во время глубокой депрессии его родителя. Ничего себе тему. Да, достаточно сложная, поэтому мне было так не очень легко. Вторая, вторая моя книжечка, это был просто визуальный дневник, так как учеба напряженная. И я решила... Открой, открой, давай. Да, я решила схитрить немножечко. Я просто взяла инктобер, опс. И презентация книжечки отличная. Это ты заказывала? Да, я заказывала ее, потому что... А что за текст здесь? Здесь что-то написано. Да, здесь написано. Здесь просто каждая картинка сопровождается определенным воспоминанием из моей жизни. Это я решила сделать как визуальный дневник. И подумала, а почему бы не использовать его на выставке? Круто. Здесь у меня мои скетчбуки, которыми я не очень, кстати, так довольна, но можно посмотреть. Посмотрим, конечно, с удовольствием. Я их решила немножечко сортировать, потому что мои скетчбуки это совсем слово нехорошее. И я решила представить их в виде портфолио. Выбрала самые такие удачные скетчи и запихнула их. Нехорошее слово это фукака. Фукака, да. О, ну здорово, мне нравится. Именно так. Здесь представлены же мои работы из... О, как вы узнаете эту картинку. Это из Дня Крокодила. Из Дня Крокодила. Я выиграла с этой картинкой. Я решила показать все, потому как эти картинки мне самой нравятся, но они не понравились моим преподавателям. Открыточки, да. Вот это вот очень интересно. Здесь у меня немного работы, но это принтмейкинг. Это то, что хвалят в этом университете. Значит, это сухая игла. Очень простая картинка, но я с ней помучилась, наверное, день. Вот так вот выглядит, кстати, пластина, на которой ты выцарапываешь на оргстекле. Ты выцарапываешь свой рисунок, потом покрываешь тушью. И, в общем, работа такая достаточно интересная, но долгая. Трудоемкая. Это, значит, монопринт по-русски будет называться. Вот все, они очень довольны вот такими картинками, хотя, ну... Это очень интересно, кстати, эта техника очень интересная. Она расслабляет. Это тоже монопринт. Да, она расслабляет. Мы, друзья, обязательно с вами попробуем это все. Дальше уже такие монопринты, которые я просто включила, но они ничего из себя не представляют. Это как эксперименты больше. Которые, кстати, можно дорисовать, и у вас получится вполне удивительная такая картинка, которую вы можете угадать, что это. Сейчас пока непонятно, но если пару штрихов, и все у вас сложится. Ну что, ребята, будем закругляться. Мне бы, конечно, хотелось показать вам гораздо больше. Тут действительно есть на что посмотреть. Но цигель-цигеляй-люлю, у нас время. Поэтому сейчас мы пойдем в кафешку пить кофеек и беседовать с Олей по поводу образования. Кстати, я тоже училась в этой же школе кембриджской. И поговорим о выставке, о преподавателях, о том, нужно ли это образование или нет, об ожиданиях, что сулит эта выставка для многих здесь присутствующих. Ну и все. На сегодня задание выполнено. Ну что, ребята, мы отходили добросовестно, все посмотрели на выставке. Мы заорканили Олю в прекрасный английский паб. Нам тут очень нравится. Заказали кофеечку. И сейчас мы немножечко поговорим об иллюстрации, о курсе MA, это Master's Degree или магистратура Children's Books Illustration по детской иллюстрации, которую в этом году закончила Оля, и ее работы были представлены на выставке. И мы обсудим всего по чуть-чуть, чтобы вы просто имели представление о том, что такое это высшее образование в Англии, художественное, нужно ли оно, и какие эмоции оно вызывает, и какие впечатления у Оли от проделанной работы и полученного образования. Итак, Олечка, первый вопрос. Почему ты решила приехать в Англию получать это образование? Master's Degree in Children's Books Illustration. На самом деле я поступила в несколько университетов, один из которых был мне ближе. Сначала было больше по анимации. Но благодаря именно тебе, Элечка, тебе-тебе-тебе, я выбрала именно этот университет, то есть Англия Раскинг и детская иллюстрация. Мы с Олей не были знакомы лично, я о ней ничего не знала до прошлого года. Не были. То есть я была знакома с Элли заочно, то есть через ее уроки. Illustrator-уроки.com Вот через эти именно уроки, классные уроки, я собрала всю информацию по крупицам и решила поступать в этот университет. Поступила в три разных, но выбрала именно его, и благодаря тебе. Значит, огромное тебе за это спасибо. То есть определенной такой цели, что вот да, я буду учиться именно там, не было. Но так сложились звезды, что я стала учиться именно там. Ты можешь сказать, что твои ожидания от учебы соответствовали действительности, или это было что-то совсем другое? Я могу сказать так, что мне в принципе повезло в плане того, что я вообще никаких ожиданий не инвестировала. Да, это хорошо. Ну, сейчас мне 38, значит, тогда мне было 37, да? 37. Ну, вот видите, человек в зрелом возрасте решила, почему бы, и не поменять свою жизнь. И поступила тоже в анимационную школу, но это как-то мне оказалось ближе. И вот я решила, значит, ожиданий никаких у меня не было, но для меня был такого рода небольшой шок. Потому что я думала, ой, я такая звезда, я сняла уже два мультика, которые так здорово проездились, прокатались по всем фестивалям, меня финансировало ирландское телевидение. Ну, что там какая-то иллюстрация? Конечно, я смогу это сделать. Ребята, когда я пришла на этот курс, я поняла, что я полное ничто, и что мне нужно полностью переучиться. Все, что я знала до этого, растоптали, сложили в конвертик, сказали, на, иди учись. То есть для меня это был действительно культурный такой шок, встрясочка своего рода, и вся моя корона рассыпалась, просто так растаяла, как лед. То есть учиться тебе было тяжело? Учиться мне было намного тяжелее, нежели когда я училась 4 года на аниматора. Хотя анимация, это ого-го, как непросто. Но было мне сложнее здесь. Как ты думаешь, почему? Почему? Во-первых, потому что, ну, вот эта звездность, значит, нужно как-то свои амбиции немножечко убрать. А во-вторых, стандарты. Уровень образования в этом университете, они держат определенные стандарты. И под них все-таки нужно немножко вот под эти рамочки как-то подходить. И себя нужно было ломать. Из-за того, что себя нужно было ломать, вот и было сложно. Я от себя могу добавить, потому что я отучилась в том же университете, на том же курсе. И я тоже, когда я шла в университет, я уже была иллюстратором, профессиональным иллюстратором. Но я вполне подозревала, что то, что умею я и делаю я, это совершенно не то, чем меня будут учить. И я как бы осознанно сняла свою корону, поставила ее на тумбочку. И я туда шла с четким убеждением, что я никто, зовут меня никак. И я начинаю с нуля. И я буду сидеть и учиться с открытым ртом, точно так же, как и полные новички. Потому что иначе нет смысла, если ты туда приходишь со своим багажом и считаешь, что ты уже все знаешь, зачем тогда учиться. Так что у нас с тобой схожие в этом смысле понятия. Так, расскажи немножко про обучение. Сколько ты училась, как строились занятия, сколько человек было в группе, кто по национальности, что это вообще за система такая? Обучение фулл-тайм, значит, полное. Я училась на заочном. А я училась на очном, и оно проходит 18 месяцев, полтора года. Но не все эти полтора года ты учишься. Очень много времени отдается практическим занятиям. То есть ты сам с собой в каких-то удобных тапочках дома что-то себе чертишь и рисуешь. Значит, занятия проходили так. По первый год мы посещали университет три раза в неделю. Очень много тратили времени для observational drawings. То есть это рисунок с натуры. И это, кстати, ребята, для меня был такой немножечко шок, потому что я привыкла, как режиссер-аниматор, я привыкла у себя дома, чтобы копаться в интернете и расставать с картинок. А вот это для меня было тяжело, но очень-очень полезно. Ты спросила, сколько было человек в группе. Значит, всего на потоке было три группы. То есть два группы на дневном, на очном, две группы на очном. Но мы были как бы разные, если у нас были разные дни посещения университета. И одна группа училась в портале, заочном. Как ты. Все вместе, наверное, было где-то около 65-68 человек. А по национальности какая примерно группировка создавалась? 50% люди из Азии. И, ребята, я хочу вам сказать, если вы что-то умеете делать очень круто, то обязательно в Азии найдется где-то человек, который умеет это делать круче, чем вы. И не то, что круче, чем вы, а он это будет делать раз в миллион круче, чем вы. И упорнее, вот просто, как пельмешки там лепят. Они машины. То есть я считаю, что я работаю много и приношу свои работы показать. И когда я вижу, сколько выкладывает китайский студент своих работ, и они все потрясающие. И я даже не знаю, как во времени, куда он всунул такое количество работ. Но, в общем, это машина. Китайцы будут править миром. Ну, а там у нас, я бы не сказала, что они все были китайцы. Я тоже сначала думала, ой, чайно. Понятно. Из Лондона одна единственная. У меня была на курсе только одна. Значит, европейцы. То есть голландцы. Француженка. А по возрасту? Много всех. По возрасту было очень, очень, очень разбросано. Сколько стоило обучение? Обучение стоило так внушительно. Для европейских студентов обучение на очном стоило 9200 фунтов. Дофига. Дофига. Наверное, лучше поместить. 7,5 меняла. Сейчас заочная еще дороже, чем очная. То есть около 12 тысяч. Так что я вовремя отучилась. Ох, может. Мне кажется... Короче, дофига. И это за полтора года. За полтора года, да. 9200 фунтов. Стервину. Ну, важный вопрос. Что тебе дала эта учеба? В первую очередь, наверное, дала... До сих пор не знает. До сих пор я не могу выразить это, потому что дало, в принципе, то, что не надо бояться. Можно много чего попробовать. Если надо, как бы, свои границы расширять и не бояться этого. Если что-то не получилось, как вам кажется, вот как мне кажется, ой, какой-то рисуночек я сделала, нет, мне не нравится. Этот рисунок могут очень здорово похвалить преподаватели. И наоборот, что-то, что ты там потратила несколько дней, нарисовала потрясающе здорово, его могут забраковать. То есть, чему я научилась? Тому, что нужно экспериментировать. Не бояться экспериментировать и вот эти эксперименты продолжать и продолжать, и продолжать. То есть, даже сейчас, когда я закончила этот курс, я все равно продолжаю экспериментировать и учиться, потому что всегда приходят новые идеи какие-то. Ну, они, зачастую, на вопрос, что мне дало, наверное, убрало вот это чувство страха какого-то и немножко раскрепостило в творчестве. Окей. Ну, и еще один существенный вопрос, что тебе не понравилось? Мы же не можем говорить только о достоинствах. Я уверена, что в каждом образовании есть недостатки. В чем были проблемы у тебя? Что тебе в курсе не понравилось? И что бы ты посоветовала сделать лучше или по-другому? Так, как я уже говорила, что университет имеет определенные какие-то стандарты. И мне показалось, не то, что показалось, я испытывала это очень часто, что всех, вот всех, все 68 человек, как будто бы хотели причесать одной гребенкой. То есть, подогнать вот эти стандарты. То есть, не выявить у кого-то индивидуальный, да, какой-то стиль, какой-то визуальный язык. Стиль нельзя было использовать, слово стиль, это запрещало, стайл, это... Вот стайл, они прям, все, готовы были тебя растерзать. Visual language. Visual language, визуальный язык, нужно говорить. Потому что как такового стиля у иллюстратора вообще не должно быть. Вот так, да. Так что, ребята, все, кто активно ищет свой стиль, можете зачеркнуть жирным это слово. Вы ищите свой визуальный язык. Твой как раз индивидуальный язык, его как-то часто забраковывали, не объясняя, почему, ну что же не так. Ну вот должна сказать, что мои впечатления от выставки, там, конечно, были же мчужины, были прекрасные работы, но в общей массе, сколько там, 68 человек, ну может быть, человек 5-7 заслуживают внимания и явно выделялись. Очень многие работы были настолько похожи между собой, что если бы я листала это все в одном журнале, я бы подумала, что это все сделано одним художником. То есть очень чувствуется стиль, прошу прощения, визуальный язык, который не то чтобы пропагандируется, но который более приветствуется в университете и под который стараются всех вот так вот подчесать, подогнать под эту гребеночку. Так что, хотя многие думают, что в Англии образование гораздо более laid back, более либерально, наверное, гораздо более либерально, чем, допустим, в России или в Украине, тем не менее, все равно все равняется под определенный вкус бренд, направление университета. Мне также немножко не хватило вот самой этой теории, сейчас объясню почему. Например, когда твою работу забраковывают, говорят, у тебя что-то тут не так, но не объясняют почему. Это значит плохой преподаватель, кстати, потому что хороший преподаватель должен уметь объяснить, что в работе не так. Это показатель качества преподавания, потому что в то время, когда училась я, преподаватели были суперклассные, они все поменялись с тех пор. За 2-3 года прошлый состав полностью ушел, и пришли новые люди. Так вот, что я больше всего ценила в учебе, это как раз тот факт, что объясняли, что именно не так, и давали советы, как можно сделать лучше. Я, кстати, переняла вот это вот качество. Если я своему студенту говорю, что здесь что-то не работает, я точно знаю, что не работает, и могу доходчиво объяснить студенту, в чем проблема и как сделать лучше. Иначе нет смысла критиковать, иначе эта критика не несет никакой смысловой нагрузки, а только как бы вдавливает чувство собственного достоинства студентам. Ну да, то есть демотивировано. Плинтус. Коммерческая иллюстрация и авторская иллюстрация, то, что, мне кажется, приветствуется как раз вам для Араскина, это две разные вещи. И научиться понимать эту коммерческую иллюстрацию, авторскую иллюстрацию, это тоже нужно время. Это не приходит так быстро. Это разные вещи. Да, разные вещи, да. Вот этого, да, мне именно такой теории немножко не хватило. Особенно, когда ты говоришь за 9-200. Особенно за 9-200. Вот ты закончила, что дальше, что теперь? Куда теперь? Все, задумался человек. Ну черт, а что же, господи, что же делать? Что-то погнало меня в такой ужас панический. Я очень надеюсь, что меня все-таки заметят, мой визуальный язык, что он все-таки кому-то, какому-то издателю, и ни одному, я надеюсь, придется по вкусу и мне предложат работочку. На это надеются все студенты, которые выставляются, потому что, в принципе, вот эта выставка имеет огромное значение в их профессиональном росте, деятельности, потому что все издатели, все артагенты, все люди, которые хоть как-то относятся к детской иллюстрации, они все обязательно посетят эту выставку в поисках новых талантов. И, конечно, лучшие работы будут оценены, и лучшим студентам будут предложены и контракты на книжки, и артагенты берут их в свои компании. То есть все очень надеются, что эта выставка к чему-то приведет, и мы очень надеемся, что Олины работы будут замечены, мы за нее болеем. Спасибо, надеемся, да. И вообще мы собираемся много чего делать вместе, потому что Оля теперь близко, и она тоже такая творческая натура, и у нас далеко идущие планы, как обычно. Я надеюсь, вам было интересно, полезно. Задавайте вопросы. Если у вас остались еще какие-то вопросы относительно учебы в Англия Раскин, задавайте их, пожалуйста, с удовольствием. Да, в комментариях задавайте. Я оставлю в комментариях все ссылочки и на Англия Раскин, и на Олю, и на себя. И на наш сайт. Вы все ссылочки посмотрите, и сможете выбрать то, что вам нужно. И обязательно в комментариях спрашивайте, мы всем ответим на все. Вот. Спасибо большое за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok